Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Телеведущий Андрей Малахов рассказал о взаимоотношениях с ведущим Дмитрием Борисовым, с которым он работал на Первом канале. Воспоминаниями Шоумен, поделился в интервью для YouTube канала, просто о сложном с Софико Шеварнадзе. По словам Малахова, когда в 2017 году он решил перейти работать с Первого канала на ВГТРК, то сам предложил редакторам кандидатуру Борисова в качестве замены. «Я когда переходил, я же заранее всех предупреждал и говорил, если вам нужен ведущий, возьмите Диму Борисова, мне кажется, что он должен справиться», — вспомнил журналист. Затем Малахов узнал, что Борисов уже записывает программы «Пусть говорят». Телеведущий спросил у коллеги, правда ли, что съемки уже идут, Борисов ответил утвердительно. «Он мне написал, да, все в этом мире как крыло бабочки. Завуалировано так. Я понял, что это какая-то глупость», — добавил Малахов. Он также отметил, что их с Борисовым связывали дружеские отношения, однако после рабочего инцидента ему пришлось поменять спортзал, чтобы не пересекаться с бывшим коллегой. В 2019 году Малахов рассказал, сколько денег он получал во время работы на Первом канале и назвал примерный размер заработка на «Россия-1». По словам ведущего, на Первом канале он получал 50 тысяч долларов, в месяц — 3 миллиона рублей по текущему курсу. Он признался, что больше него зарабатывали только ведущие Владимир Познер и Иван Ургант. На этом все. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, если понравилось.